Друзья, мы продолжаем наш диалог с Анатолием Ивановичем Лохнул. Я напомню, для тех, кто первую часть у нас не смотрел, вот может посмотреть вторую часть нашего разговора. Анатолий Иванович, проповедник Церкви евангельских христиан-баптистов. Анатолий Иванович, мы продолжаем наш разговор, и вот диалог я хотела бы сейчас направить вот в какое русло. Существуют ещё в мире и так называемые религии без Бога, где нет Бога в образе человека. Ну, скажем, Китай, тогда Сизм, там есть Индия. То есть мир очень большой, он очень разный, разнообразный. Но тем не менее, какую бы мы религию ни взяли, там всегда для женщины есть достойное место. Естественно. Она всегда его обретает, потому что мужчина даёт ей возможность быть именно такой, какой хочет, как мы говорим, Создатель. И всё равно, и там же, даже в таких религиях, отношения мужчины и женщины определяются некими правилами, как мы говорим, правилами, которые описывают разность, различность мира мужчины, мира женщины, которые вот в этой своей разности и создают это нечто единое. Самое главное, вот самое главное в нашей вере, в вере христианской, что это за правила? Как распределены эти роли? Почему они, именно такие правила, и хранят, и растят любовь? Ну, само правило, мы об этом уже говорили, заключено в одном весьма несложном слове – любовь. Ибо же тот, кто любит, тот знает совершенный закон Божий и своё место в семье, коллективе, обществе и государстве. Естественно, любовь и в тех религиях имеет место, и поддерживается, о которых вы говорили, ну, неперсонифицированная религия Китая. Да, конфуцианство – это больше такая моральная система. Да, в индуизме, ну, женщины даже боги есть, каждый из богов, а их там очень много, вот, ну, три мурьки, каждый из них имеет свою жену. Вот, помните, у нас в Украине два десятка лет назад была дама, именующая себя Деви Мария Христос. Так вот, слово Деви – это имя одного из индуистских богов. Да, но, естественно, в мировых религиях, я имею в виду и буддизм, и ислам, и, естественно же, христианство, женщина занимает подобающее ей фундаментально необходимое место. Так было, так и есть, и так быть должно. Вне зависимости от, ну, некоторых общественных отклонений, как мы, к сожалению, имеем сегодня у нас. И у нас, кстати, также. Вот, посему правила взаимоотношений, ну, может, сформулировано в Евангелии тоже так же самое на фундаменте любви. Отношение к другому человеку – это золотое правило христианской морали. Вот, люби ближнего своего, как самого себя. Покажите мне человека, который не любит самого себя. Таковых нет, таких не существует. А вот любить ближнего своего – это уже, ну, и обязанность, и труд, и мировоззрение человека. Ну, и вторая в Западе равна – люби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душою своей, и так далее. То есть, вот, любовь к двум объектам – Богу и человеку. Абстрактному человеку – ближнему. Вот тому, о ком вы говорили, инвалиду, вдове, сироте, бедному, ну, и современному бомжу. Вот в чём суть христианства. Мы должны любить всех. Нелицеприятно, но искренне. Вот это фундамент христианства, истинного, настоящего христианства. Тут, знаете, есть такая небольшая ловушка. Вот подобающее место женщины. Сейчас, вот в этом мире, когда женщина стала, ну, в результате вот специфических социальных отношений, в большей степени доступна, чем свободна. Да. Понимаете, вот в этой ситуации она вынуждена сама себя защищать, сама себя обеспечивать, сама защищать и заботиться о своих детях. И в этой ситуации, когда ей ещё и предлагают пьедестал достойного места в веровании, ну, я бы так сказала, по-разному на это смотрят, даже сами женщины. Как говорится, не надо на меня молиться, лучше помоги материально, да? Вот в такой ситуации мы оказались. Ну, это, знаете ли, вульгарное видение, что естественно. На женщину, естественно, не следует молиться, ибо же она такой же грешник, как и мужчина, ничем не меньше и не больше. Они вместе, одновременно грешат. Но есть такое понятие, светское, естественно, что женщина – это слабый пол. Ну, хотя я позволю себе пошутить, что оно к женам это не относится. Вот, да. Но о том, что слабый пол, речь идёт о ответственности мужчин, повышенной ответственности мужчин в отношении к женщине. Да, наше общество сегодня вытолкнуло женщину на поверхность, принудив её укладывать асфальт, лить бетон, отвечать за материальное благополучие в семье, иными словами, зарабатывать и в то же время рожать детей. Ну, извините за… Ну, где же я денусь? Ублажать физиологически мужа своего и прочее, прочее этот ряд можно продолжить. Да, конечно, современное общество на женщину возложило слишком много обязанностей, не дав ей прав. Вот, в этой связи я совершенно с вами согласен, что общество должно всё-таки самокритично в этом аспекте на себя смотреть. И здесь власть и средства массовой информации должны задуматься над этим вопросом, куда и кого они помогают в формировании, в воспитании человека. Сама церковь не в состоянии сформировать каждого гражданина нашей страны. Нет, конечно. Церкви нет так много, чтобы она это делала, но государство и средства массовой информации обязаны. И учебное заведение обязаны формировать, не только учить. У нас всё-таки раньше школа имела и вторую задачу – воспитывать человека, формировать его как гомо-сапиенс, как существо разумное. И третью функцию школа выполняла – это готовить человека к самостоятельной жизни уже в обществе. Иными словами, чтобы сей человек умел держать не только ложку, но и любой другой инструмент. Чтобы не жена зарабатывала, а я, сидя или лёжа на диване, размышлял, когда же все мои мечты осуществятся. Лёжа на диване, естественно. В этой связи я решительно согласен с вами, что да, это проблема сегодня. Это серьёзная проблема. Это даже фундаментальная проблема в будущем, в развитии нашего общества. И если мы её не решим, ну хотя бы не начнём решать, то последствия могут быть очень плачевные. Вы знаете, если посмотреть в прошлый век, 20-й век, то вот есть такая тенденция, что в 20-м веке, в начале, вот до середины, начало 20-го века, до середины, скажем так, 20-го века женщины научились выживать без мужчин, а уже к началу 21-го они научились без них жить. И как бы вот эта ситуация, она сложилась потому, что войны, потому что погибало мужское население, потому что при этом как бы плоды цивилизации нужно было потреблять, и они звали, и так далее. Но при этом есть ещё одна очень интересная деталь. Научившись жить без мужчин, женщины даже не заметили, как они своими потребностями направляют развитие общества, в какую сторону, собственно говоря, мужчин ведут. Если помните, когда рухнул Советский Союз, 91-й год, мы все побежали по базарам, наши женщины захотели разнообразия, достатка, потребления всего-всего, и вот этот вот импульс потреблять, он, в общем-то, нашёл у мужчин очень хороший отклик. Мы пришли в это общество потребления. Правда, мужчины повели себя традиционно. Сначала они этих женщин накормили, потом нашли новых. Ну, как правило, так оно и происходит. Но я и сейчас понимаю, что очень многое зависит от того, какого мужчину выбирает женщина, по каким критериям она делает свой выбор. Если она выбирает кошелёк с ушками, как они называются, это один выбор, и тогда каждый мужчина будет смотреть и стараться стать таким кошельком с ушками, причём любой ценой. Если же женщина начинает выбирать интересность, творчество, мужчина, с которым интересно просто быть, говорить, который чему-то может научить, в конце концов. Но может ли современный мужчина чему-то научить женщину? Это пример из моей преподавательской практики. Я всегда студентам зачитывал место из бытия, когда в Эдемском саду Ева, отдавшись воле лукавого, сатаны, нарушила единственную запрещающую заповедь, которая была дана Богом, Адаму и Еве, не употреблять плоды с древа познания добра и зла. И потребив этот плод, говорят, яблоко, нет, не яблоко, там не написано о плоде, какой-то плод, вот, она узнала не только, что такое добро, но и зло. Но здесь ударение сделаем не на Еве, а на Адаме. Что сказал Адам в ответе Богу, когда он спросил Адам? Адам, ты ел к современным Адамам? Это Ева мне дала, которую ты мне дал. Иными словами, вина на всех, кроме меня. Феминизация общества – это плохо. Это против воли Божьей, против учения христианского. Каждый должен занимать свое отведенное ему место. Посему асфальт должен укладывать мужчина. Если он этот каток вручил в руки женщин, то, естественно, не будет у нас ни конструкторских бюро, ни заводов, на которых будут изготавливаться машины для укладки асфальта. Это же легче. Ты иди и укладывай. Или то же самое делай бетон. Нет. Женщине дано быть женщиной. У нее свои функции. Она должна быть матерью. Она должна быть, естественно, женой. Она должна быть генератором развития любви в обществе. А, следовательно, и всего общества. Потому что то, о чем мы с вами говорим, это не присущие женщине. Следовательно, и женщины в какой-то мере приложили свою руку к тому, чтобы феминизировать мужчин. Ну, конечно, это понятное дело. К сожалению. Если бы... Легче же не работать. Легче не нести ответственность. Пусть она... Она же моя жена. Где она денется? У меня в паспорте же там. Вот. Посему воспитание мальчиков женщинами, которое вот началось после Отечественной войны, вот 70 лет уже. А вы ж знаете, что все воспитатели... Даже слово такое «воспитатель» отсутствует. У нас воспитательница в детском садике, не так ли? Не учитель, а учительница в школе. Ну и так далее. И, следовательно, самоустранение мужчин от процесса не только рождения, вот тут мы еще как-нибудь, а вот от воспитания детей своих, но не только своих, вообще детей, это в обществе очень плохой отпечаток, и на наше общество нынешнее украинское оставило. Это очень плохо. И это противоестественность позиции Божьей и христианства так же. Ну, понимаете, вот согласна, что это противоестественно. Наверное, это страшно, нехорошо. Хотя сейчас уже как бы об этом говорить, наверное, поздновато. К сожалению. К сожалению. Так сложились обстоятельства. Ну и, извините, ну и говорить, не говорить нельзя. Нельзя. С этим могу согласиться. Не говорить нельзя. Но вот в этой ситуации очень, наверное, важна роль верования, роль церкви, любой. Почему? Потому что есть жизнь светская, и есть человек как субъект как бы социальный. И есть жизнь духовная. Она неразрывная, но там, где человек индивидуален. И, наверное, вот роль церкви найти этот путь, стать вот этой самой мембраной живой клетки для того, чтобы человек как бы не потерялся и не забыл, что, приходя в светскую жизнь, находясь друг с другом в контактах и общениях, да, что это нахождение не должно быть бессмысленным и лишённым как бы основных каких-то базовых вещей. Вот я не знаю, кто виноват в воспитаниях, там, учительница или учитель, воспитательница, воспитатель. Я, так сложилась жизнь, что я смогла посмотреть, скажем, как воспитывают детей и как относятся к детям люди других верований. Вот честно вам скажу, отдыхаешь на пляжах, скажем, в любой восточной стране, смотришь мужчины и вообще детей из рук не выпускают. Понимаете? Вот для меня это было открытием, у меня было, ну как это, как это так? Не выпускают, просто женщина там, она рядом, она сидит, они к ней подбегают, нет, ну вот вода, куда идти, как, что, ребёнок на руках. Они не выпускают из рук детей, потому что вот есть что-то такое, да, передача отношения к старшему. Наверное, всё-таки мужское воспитание, оно другое. Оно не выжигает, вот такой, знаете, безграничной вселенской любовью. Наверное, в воспитании должна быть не только любовь, а в неё нужно вносить смыслы общечеловеческие, смыслы будущего. Естественно, естественно, вы совершенно правы, в воспитании каждого, без исключения ребёнка, должны принимать участие оба субъекта семейных отношений, скажем так. Не только мама, но и отец. Более того, отец более ответственен за воспитание своего ребёнка, особенно мальчика, нежели мама. Так это в Библии записано. Ещё мудрый Соломон в своё время написал такой стих, но он несколько может быть не в контексте улыбок сказан, но он сказал, не жалей розги для сына своего в притчах Соломоновых. Не жалей, потому что кто любит, а отец не может не любить своего ребёнка, тот старательно учит своего ребёнка. Иначе нельзя. Да, в исламе, вы вспомнили восточную религию, в основном ислам. Да, конечно, в исламе мужчины больше отдают времени для воспитания, особенно в свободное время. Да, это верно. Но и я помню и себя в детстве, то, естественно, мужская часть украинского народа, особенно деды, всегда с такой органической любовью относили их к своим внукам. Отцы были на работе, это было послевоенные годы. Вот, научали, передавая свой жизненный опыт. Ну, после войны мы на протяжении как бы поколения, да, как бы ни одного я говорю, вот сейчас мы в развал Советского Союза, вот в эту эпоху, да, вошли в состояние, когда выросло поколение, у которого были деды. До этого просто поколение росло, у которого нет дедов. Вот прерывание войной, вот огромного числа, как бы, вот этих связей, когда мужчина не просто там обеспечивает, работает, там, заботится о семье, там, и так далее, когда он не только трудится во благо материального, но когда он ещё и занимается чем-то другим построением, вот, и своего собственного дома, и своего собственного сада, и воспитанием своих детей, вот этой традицией не стало. Она ушла. К сожалению, последние годы, да. Вторая война. Очень много женщин, которые не просто взяли на себя обязанность, да. Кстати говоря, ещё хочу сказать вам о женщинах. Общество на них возложило эту обязанность. Да, общество возложило. Но тут есть ещё одна интересная деталь. Вот принято считать, что каждый человек любит себя. Вот в женщине, опять же, на генетическом уровне заложен код вечного недовольства собой. Она никогда себя не любит вот в том виде, в котором там, вот, она всегда себя хочет совершенствовать, ей всегда в себе что-то может не нравиться. Просто сейчас, опять же, общество навязывает такую систему воспитания, в том числе и девочек, когда из них растят барби, принцесс, царицы, я не знаю, кого угодно, но не матерей, но не жён. И более того, когда я сейчас произношу эти слова, я знаю, что вот те женщины, которые будут смотреть это, подумают, ну что в этом такого? Мы всё равно, мы матери всё равно, потому что мы рожаем детей. Что тут говорить? И кому это надо, и это никому не надо. Вот эти слова, это никому не надо. Понимаете, вот женщина на сегодняшний день живёт в состоянии том, что её право не ходить на работу, но при этом не нуждаться в куске хлеба и крыши над головой, вот не ходить, вот ложить там асфальт или куда-то там, чего-то там, что вот это её право какое-то еждивенческое, что оно незаконное, что оно недостойное. И поэтому она понимает, что её никому не защищать, не обеспечивать, что она не имеет права, не работая по 8 часов в день, жить как женщина. Вот в чём очень большая проблема. И отсюда есть и часть женского общества, да, женский мир, как мы говорим, да, которая считает, что положиться не на кого, надо прорываться. Но там же такая сила неконтролируемая. Я всегда говорю, что женщина – это неконтролируемая энергия во все стороны, может двигаться со сверхзвуковой скоростью. Мужчина даёт ей оболочку, он придаёт совместным усилиям направление, когда он сдерживает эту силу. Потому что женщина, она более жестокая, женщина, она может вытерпеть больше, у неё порог болевой иной, она по-настоящему этот слабый пол, это тот слабый пол, который может разрушить всё на своём пути, что, собственно говоря, и происходит. – Равно и создать. – Да, и создать, но и разрушить. Так вот, создать считается, что женщина может создать только ребёнка, ну там, или что-то, непонятно что. Вот что может создать женщина? – Совершенно с вами не согласен. – Вот. – С последним тезисом. – Что может создать? – Женщина может создать всё, что ей предписано и дано ещё при сотворении. Хороший тезис о том, что женщина больше, чем мужчины, естественно, имеет в себе чувство неудовлетворённости самой. То есть это вот чувство самокритичности – это прекрасное чувство. Ибо же, если она скажет, что она уже достигла всего, что она самая красивая, извините, не умывшись, вот, и в том боевом халате, считаю, что это верх от кутюр, то, естественно, дано. Это, я говорю с улыбкой, это о крайностях, которых, по сути, нет у нас сегодня. Нет. – Женщина – это действительно особое творение Божие, наделённое Творцом великим множеством достоинств. Вот, многие женщины даже не осознают, настолько они многогранны в своих возможностях. К сожалению, общество иногда их ставит такие условия, что и проявить себя некуда. И в то же время и мужья, мы говорили сегодня о некоторых мужьях, которые довольны тем, что имеют. Ну да, пусть она идёт, зарабатывает на хлеб насущный, плюс все сугубо домашние обязанности на ней. Ну а на ком же? Вот, то, если мы так будем размышлять, если мы так будем формировать видение мужчины и женщины в обществе, то, естественно, мы не достигнем добрых результатов. Это плохо, это аномально, то, о чём мы с вами сейчас говорим. Да, женщина и мать, и мужчина, я позволю себе улыбнуться, пусть попробовал бы хоть один родить ребёнка, тогда бы знал, как относиться к жене. Вот, она же и мать детей, она же и жена, и у неё бесконечный круг обязанностей. Но мы забываем о другой категории – о правах. Здоровое общество не должно безгранично наделять женщину правами. Их определил Творец. Господь определил, что в основном должна делать женщина. То есть переизбыток прав, да? Естественно, естественно. А мужчинам, ну так, с улыбкой скажем, того и надо. Она же ходит на работу, она приносит заработную плату, она же и на кухне, она же и детей рожает, она же их и воспитывает. Так мне же хорошо. Мне не нужно ни о чём думать, работать, учиться, нести ответственность. Вот у меня хорошо. Вот эту тенденцию, которая сегодня, к сожалению, в нашем обществе превалирует, мы должны решительно бороться и избавляться от неё. И да, вы совершенно правы, говоря о необходимости повышения роли церкви. Всех церквей, которые у нас в Украине имеются. Их у нас много. Практически все, но не только мировые религии присутствуют в Украине, но и другие также, деноминации других религий, да, они присутствуют. Но, наверное, каким-то образом, это можно подумать, может быть, и государство должно поставить такой вопрос, дать заказ церкви, чтобы церковь повысила свою ответственность за формирование человека, за формирование правильных взаимоотношений в обществе, в том числе и в семье, и в обществе. — Да, я убеждена, что вот сейчас там идут разговоры об объединении каких-то совместных праздников. Честно говоря, я не очень понимаю такие церковные дискуссии. Может быть, это и нужно объединять, может быть, это не нужно объединять. Я как человек светский, зная, что если в чём и должны объединиться в церкви, то как раз в решении самой главной проблемы в том, что духовное развитие человека стало оставать от технологического, в том, что его социальная роль стоит выше роли личностной и как существа духовного. Вот, наверное, вот эти вот ключевые задачи без церкви, как бы я ни относилась к любой из церквей, наша церковь на территории Украины, церкви, все церкви прошли очень тяжёлый путь, очень тяжёлый, непростой путь. И, учитывая, ну, как бы ситуации, с которыми сейчас сталкиваешься, когда говорят, какие там у священника часы, и какой у него дом, и на какой он машине ездит, и что собой представляет та или иная церковь, то я вам скажу так, это всё пройдёт, это проходящее. Более того, общество должно быть заинтересовано сейчас в том, чтобы церковь, которая помогла нам, помогала человечеству идти на протяжении не одной сотни лет, на протяжении веков идти путём развития, может быть, сейчас и обществу нужно повернуться лицом к тому, чтобы проявить свою потребность и помочь церкви дать ответы на такие масштабные вызовы времени, когда у нас уже и государства между собой не могут договориться, люди не могут между собой договориться, когда мы начинаем убивать друг друга за какую-то ерунду, когда политика стала над всем, над семьёй, над дружбой, над любовью. Вот это трагедия. Причём это происходит во всех странах мира, если бы это только было у нас. Поэтому вот здесь, мне кажется, что движение должно быть не таким, как это было в 90-е, когда мы все вдруг побежали молиться, потому что это стало модно или можно, а понять, зачем нам всё это, и нужно ли нам это. У каждого человека свой, наверное, путь к Богу, но тот путь правильный, который ведёт к любви. Вот мне так кажется. Не смею спорить с вами, ибо я совершенно согласен. Что бы хотелось только, может быть, дополнить. Человечество должно осознать, что само по себе оно бездуховное. Общество жить не может. Вот посему Господь дал нам золотое правило, которое так и в науке называется, как золотое правило христианской морали. А видено не только христианское морали, оно присутствует практически во всех религиозных системах мира. В Евангелии оно звучит так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки. То есть об этом говорит вся Библия. Хотел бы подчеркнуть один нюанс. Человек всегда, но чем раньше, тем лучше, должен оформить, установить, ну и так далее, свои отношения с духовным миром, с Богом в первую очередь. Человек должен осознать, что он здесь на земле – существо временное. Ну, как говорит 89-й псалом «Дней и лет жизни вашей 70, а 80 по Великой крепости». А потом? А потом? Что потом? А потом Библия утверждает, Слова Божья, вечность, которая будет иметь начало для каждого из живущих на земле во все времена, но не будет иметь конца, что там с нами будет. Или мы будем в Царстве Небесном с Господом, или же мы будем в аду, в муках вечных, а уж там покаяние исключено. Вот земная жизнь человека видана, дабы он определился, куда он идёт. И ответил на вопрос, помните, с классикой «Кому грядаешь и куда идёшь?» Этот вопрос был задан апостолу Петру якобы в Риме. Посему церковь настойчиво должна, на мой взгляд, на мою убеждение, продолжать, а государство ей должно помочь, не свечкой ставить. Вы же понимаете, стояние со свечкой в праздничный какой-то день на духовность общества совершенно не влияет. Вы помните, несколько лет назад даже в Софии Киевской, где запрещены зажигания свечей и подобные вещи, стоял некто, и же с ним рядышком, и вот молились. Ну и что? На явность, наличие зажжённой свечи ещё ни о чём не говорит. Если человек не покается, иными словами, не сознательно не увидит себя грешником, творящим беззаконие и не попросит прощения у Бога, и более не будет повторять свои греховные действия, ничего не выйдет. Бездуховный, без покаяния человек творить доброе не может. Потому он и радуется, я продолжаю вашу мысль, страданием другого, страданием ближнего. Это самое тяжёлое, самое плохое, что может быть, когда я радуюсь, когда ближнего моему болит. Вы знаете, это у нас сейчас, если анализировать вообще состояние нашего общества сегодня в Украине, это очень непростой был бы, некрасивая картинка очень. Она очень непростая, но, честно говоря, даже имея огромные возможности об этом сейчас сказать колко, хлёстко и очень жестоко, я не хочу об этом говорить. Вот поверьте мне. Мне кажется, что любовь, вот меня больше, даже сейчас, вот в этой ситуации, в которой мы живём, когда мы допустили, что вот зима, зима, да, злёны людей в Крыму, мы им устроили блокаду Ленинграда. Естественно. И радуемся. Вот, вот, понимаете, да? Я считаю, что главная причина – это как раз в отсутствии любви. Да. В отсутствии способности оценить себя как существо любящее и любимое. И я хочу вот, как бы, вот в окончании нашей вот первой встречи, первой дискуссии нашей, пусть она в двух частях у нас сложилась, да, я думаю, что мы ещё с вами обязательно встретимся, ещё будем говорить на этой теме. Спасибо, с удовольствием. Но я думаю, что вот к окончании встречи хочу сказать, что любовь – это не каприз, это не зов тела. Тело желания – это есть, это присутствует в нас. Но что мы с этим делаем? Это наша сила. И если мы способны найти этому выход в рождении настоящего чувства, которое может нас примирить и с миром, и с Богом, и с собой, и с тем угодно, то тогда этим и стоит заниматься сейчас. Не ответив себе на ответ, ну, не найдя вот ответ на эти вопросы, что мы делаем, и как мы делаем, и почему, не оценил свою способность любить и быть любимым, достойным этого чувства, мне кажется, что не изменятся и политические вещи, и не изменится ничего. Мы на слишком благодатной земле живём. Нам слишком много дал Создатель, чтобы вот так превратиться на такой земле, вот в такое, опуститься до такого скотского состояния. Наверное, вот здесь вот надо искать причину – в любви. Поэтому очень хочу вас, Анатолий Иванович, чтобы вы нашу встречу завершили своим пожеланием или обращением, своими словами о любви. В греческом языке слово «любовь» имеет трёхкратное определение. Это раз, о котором мы говорили, любовь между мужем и женой, включая и известные отношения. Это филия – это любовь к ближнему, любовь к человеку как к творению Божьему. И это агапе третья, наиболее высокая степень любви. Говорят, что «да, я люблю своего Бога». Как? Легко и просто говорить, я люблю Бога. Все говорят, я верующий, я христианин, я люблю Бога. Но! А как же? Я считаю, что это должно звучать примерно так, что я боюсь обидеть моего горячо любимого Бога и словом, и поступком, и чем то, что обидит его. Ибо же такой уровень, такого сила моей любви. И в завершение, позвольте, из моего личного жизненного опыта пример самой, что ни на есть, земной любви. Материнской любви. Это моя бабушка. Она была совершенно безграмотной, она не умела ни читать, ни писать. Но так случилось. Она один год, только одну зиму, прошу прощения, ходила в школу всего-навсего, еще до Октябрьской революции. Вот, но в 45-м году, в феврале месяце, в городе Познань был убит ее сын, мой дядя. Похоронку я сохранил. Она у меня в моем семейном архиве. Я иногда ее показываю людям. И так вот, всю свою жизнь я наблюдал это. Только я сейчас понял, почему. По воскресеньям бабушка, когда окончил все дела, выходила и садилась в начале дома, так на прейсби. Восмотрела, так улица шла. У нее материнская любовь стала стереотипом ожидания сына своего, своего ребенка. Вот это настоящая христианская, украинская мать. Пример. И вам спасибо очень за разговор. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно. И я очень хочу пожелать всем нашим мужчинам, женщинам, зрителям, думать о любви, любить и быть любимыми. До следующих встреч, друзья. Пусть Господь благословит каждого из вас своими милостями и любовью. Аминь.